У нас такая внеочередная встреча, так вот, для тех, кто может. И очень хорошо, что пришли все те, да, вижу Римма, Мария и Татьяна. Все те, кто, ну вот, кого хотел видеть, в том смысле. Большое спасибо за ответ. Да, Римма, пожалуйста. Ну и просто показываю вашу фотку, и на этом ваш участок пока закрываем. Потому что вы с ним хорошо. Потом разберетесь. Потому что пока мы первый шажочек сделали. Первый шажочек пока всем коллеге нужно было просто поиграть с участков. Просто его понять. Собрать материалы, карты, промеры, потом фотографии, в общем, описание, все что угодно. Предыдущие изыскания, предыдущие проекты, все, что было. То есть пока мы еще к результату не пришли. Мы еще не дали расчет плановой деформации, еще не дали расчет глубинной деформации. Пока просто пытаемся понять, что там происходит. Если очень хорошо поймем, то уже практически приблизим к концу. Вот. И вот Римма прислала ту фотографию того участка реки, который мы рассматривали вчера утром. Который вот, ну, внезапно так вот. Она, Римма, предложила, говорит, вот давайте вот такой участок. И мы его рассмотрели. И мы рассмотрели. Ну, фотки не нашли, правильно, тогда? Тогда быстро, вот так просто, раз, взяли, так, чтобы нашли эти фотки, коллеги, не нашли. А Римма прислала фотки. Разные. Ну, вот я показываю вам самую интересную одну фотку. Вот. Это как раз, я так понимаю, слева направо протекает та самая река, название которой я забыл. Вот. Которая течет вот в таком вот ущелье. Видите? И с этой стороны, наверное, тоже. А это тот самый приток, в районе которого вот есть мост через это. Да, верхняя стойка. Вот. Отлично. Но я все равно теперь уже забуду. Да, и это Ахмата-впада. Или, вы говорили, Ахмата. Ну, ударение я не знаю где. Точно неправильно скажу. Вот как раз усть этой реки. И видите, коллеги, тут вот даже по рельефу мы видим, да, коллеги, мы видим, что вот эти деревья, вот эти деревья, они растут вот на какой-то микропойме, какой-то узенькой. а вот те уже пошли на склон долины. И вообще, может, даже это не склон долины, а может быть, это вообще какой-то там уже, не знаю, какая-то возвышенность, холл, какая-то положительная форма рельефа. Но нам что важно? Нам важно, что там река никогда не была. Вообще никогда. А вот здесь она, вот здесь вот, вот этой пойме, не знаю, какой ширины она эта пойма, вот здесь она была. Вот. В общем, супер фотка, все отлично. Давайте ритмы делайте. И мы уже, наверное, спасибо вам за эту фотку. Да, коллеги? Мы очень рады, что мы такую супер фотку увидели. Так, и поэтому у нас сегодня осталось хорошо. Ну, да, я ничего больше сказать не смогу. Даже по фотке пока. У нас остались, прислали еще материалы. Татьяна и Мария. Вообще, очень, коллеги, я очень рад, потому что, если мы рассматривали вчера такие вот средненькие речки, такие вот шириной там 20, 30, 40, 50 метров, которые вроде бы и хотят быть большими, но еще не доросли. Что это означает по репуту реки? Это означает, что река хочет вот там что-то вытворять, хочет сделать себе долину, хочет размыть долину, хочет сделать пойму, хочет в этой пойме там как в перине нежиться и плескаться и бегать по ней и радоваться и кувыркаться. Вот. Но у нее не очень сил хватает. Так вот, сегодня как раз два два, как это сказать, антагонистов, две альтернативы, как раз два крайних состояния. Первое крайнее состояние прислала Мария это Малая река. И Малая река она вот такая, хопа, и еще, она там ничего не может сделать. Вот. А Татьяна прислала большую реку, Зею прислала. В общем, с такой, такая Зея, с такой поймы, которую она сама сделала, эта Зея, и сама по ней там бегает, и все там вытворяет, все, что хочет, то и делает. Вот. Соответственно, и скорости разного, глубины деформации коренным образом отличаются. И... ну, возможные глубины деформации тоже коренным образом заметно будут различаться. И вот, коллеги, мы к ним приступаем. Коллеги, вы не против, да, чтобы мы ваши участки рассмотрели. И пока, пока я дам ссылки, коллеги, пока я дам ссылки. Поднимите руку, кто хочет, чтобы мы ваш участок рассматривали первый. Вот. А Татьяна прислала, кроме всего, Мария, отлично. Вот. А Татьяна, кроме всего того, что прислала раньше, оооо, я только вот где-то час назад получил, и сегодня, вот только сейчас открыл, прямо на соседнем компьютере, это уже промер глубин. Поэтому, ну, частично мы, наверное, рассмотрим, да, ваш участок, если вы не против. а с промерой глубин, тогда это будут следующие шаги. Так, а я хочу дать ссылку, коллеги, если они нужны. Коллеги. Вот. Даю вчерашнюю запись, и не знаю, что еще дать-то, потому что сегодняшняя презентация, могу дать сегодняшнюю презентацию, если авторы не против. Авторы, вы как? Вы не против, если я дам ваши презентации? Или могу сначала их показать? Давайте, Мария Плютик поставила, начнем с Марии, это Малая река. Вот, и Татьяна не против. Да? И Мария не против. Ну, ладно, тогда даю эти две, ну, там маленькие презентации, такие по 10 слайдов, тогда даю тоже ссылки на эти презентации. Ну, просто без подписи. Так, и что-то я еще должен был дать, я не помню чего. Ну, если кому-то прям что-то надо из старого, коллеги, то в конце мы скоро уже закончим, через неделю уже закончим. Для тех, кто работает, для тех, кто двигается, в руках уже появятся ваши разделения, делаем, потому что вот этот первый шажочек, это очень важный, большой шажочек. Собрать карты, описать участок, попробовать оценить тип прошлых процессов, просто подумать, какие там могут быть плановые, глубинные информации, коллеги, это почти что конец. Вот, поэтому вот этот кусок и надо сделать. А потом уже мгновенно сделаем формально, и каждый из вас сделает формально по каждой вашей реке расчет плановой информации, расчет глубинных информации, расчет возможности образования плановых протоков. И потом будут все исходные данные для того, чтобы я делал ППР. Вообще, я планировал, коллеги, я планировал закончить 27-го или 26-го мая, через неделю, потому что собирался уезжать. Вот, коллеги, я не уезжаю. Поэтому для желающих мы можем еще работать 28-го и 29-го, то есть до конца следующей недели. Вот, ну, для пожелания. у нас осталась среда-четырех-пятница, как раз вот среда-четырех-пятница я расскажу все три метода расчета. Вот, вечером отправлю написание реки. Во, ура, вот этого я и добивался. Ура, ура, Руслан, этого я и добивался, чтобы появилось вот ощущение, что надо, надо, надо взять свой участок, сделать, написать. Коллеги, это я вчера говорил, здорово, ура, я вчера говорил, мотивационный спич, дал сейчас вам ссылку, вот, вчерашняя запись, и вот в этот мотивационный спич сегодня тогда повторять не буду. смысл в том, что надо сделать неправильно. Вот. Так, ну и вот, приступаем. Ура, Мария нам дала маленькую реку, и мы выяснили, что она малая река, малая, малая река. И я тут немножко не понял. Сначала не понял, но сейчас вот уже общаясь тут в чате с Марией, мы выяснили, что я тут неправильно показал. Я думал, что может я успею что-нибудь сделать. Коллеги, все успеют сделать, потому что осталось еще полторы недели, это можно еще, коллеги, делать. Делаете, что тут делать-то? Коллеги, надо обязательно сделать неправильно, а для продвинутых еще и правильно. А для самых-самых продвинутых надо сделать три участка. Малую реку, большую прямую и большую извилистую. Тогда вы получите навыки работы вообще совсем многообразием рек. Коллеги, конечно, успеете. Так, вот, ну все, давайте реку Корсаковку. Это у нас остров Сахалин, так я понимаю. Мелкой карты нет, вот, поэтому не очень ориентируемся, ну и в общем-то и ладно. Командировка на неделю. Да, ну вот, давайте, давайте, давайте. Вот, я сначала думал, коллеги, что вот эта правая черточка, это и есть наш створ рабочий. Вот, а потом оказалось, что здесь две черточки. Одна черточка в устье, так вот, оказывается, весь рабочий участок этой реки Корсаковки, это от устья вверх четыре километра, то есть, от одной черточки до другой. И в связи с тем, что я это не понял, я в основном сосредотачивался вот на верхнем вот этом створе, я думал, что вот это наш интересующий створ. Оказывается, все четыре километра будут чистить. Вот. Продолжение следует...